Поэтому все эти поставки, которые Запад обещает или уже осуществляет, они, конечно, представляют опасность, здесь врать самим друг другу не надо, конечно, это проблема, но есть и другая проблема украинской армии, она не способна перейти в наступление. И, кстати говоря, в том числе потому, что артиллерия артиллерии, а если нет поддержки с воздуха, современная война, наличие у вас танков не позволит вам перейти в серьезное контрнаступление, если нет авиации, потому что танки, это танки, но сверху танк это, в общем-то, мишень в первую очередь. То есть, если у вас нет достаточно эффективных средств ПВО, если вам не хватает, так сказать, авиации, то это, в общем, тоже считает цель. Там немецкая эта машина, так сказать, или еще какая-нибудь, по большому счету, не имеет никакого значения. Поэтому они просят переносные зенитно-ракетные комплексы, но по заверка это тоже такая, это частичное решение проблемы. Поэтому вот, да, они будут поставлять, да, Украина запрашивает, да, она обещает под эти запросы, обещает под эти запросы, так сказать, контрнаступление, но пока ничего организовать не может. На самом деле продвижение российских войск каждый день осуществляется, пусть на небольшое количество, так сказать, расстояние, но осуществляется при этом цель, как бы, минимизация, в том числе наших потерь. Вот, насколько я могу судить. Ну, а мы будем там пытаться, наша армия будет пытаться уничтожать это поступающее вооружение. Хотя, естественно, что никто не преуменьшает его значение, это понятно. А Украина будет просить все больше и больше, и она каждый раз будет говорить, вот, например, я так понимаю, что это вообще их тактика, ну, вернее, не понимаю, просто знаю, да, что это их тактика и по прошлым годам. Они все время говорят, что это, что вот то, что нам дали хорошо, но мало, им что-то дают, они начинают, и начинают требовать, ну, результата. Они говорят, ну, результата пока нет, потому что то, что вы нам дали, это мало, вот, надо больше, так сказать, да, им дают больше. Проходит еще какое-то время, они говорят, ну, мы нам дали больше, так сказать, ну, где результат? Они говорят, да, то, что нам дали больше, мы очень благодарны вам за это, но нужно еще больше. Например, вот точно так же, кстати говоря, шла борьба на Украине с коррупцией. Вот все эти годы, в том числе, так сказать, уже после 2014 года, там, Порошенко, Зеленский, они каждый раз просили, так сказать, новые деньги, и каждый раз говорили, да, вот сейчас, вот сейчас, сейчас будет все вообще, сейчас будет все просто чики-пики, да, сейчас будет все замечательно. Вот надо просто еще одно ведомство организовать, вы нам на это ведомство дайте, пожалуйста, денег, так сказать, да, и все будет хорошо. Западники давали денег, они организовывали еще какую-то структуру, значит, проходило какое-то время, и становилось понятно, что ничего не меняется, да, ничего не меняется. А почему? Они говорят, ну, понимаете, вот надо еще, еще, так сказать, подкинуть сюда, еще подкинуть туда, дайте еще денег, дайте еще денег, дайте. Сейчас вот я вижу совершенно то же самое. Если посмотреть вот эти все эти два месяца специальной военной операции, вы увидите, как запросы украинской стороны постоянно только растут. Они что-то получают, говорят, это хорошо, но этого мало. Они получают, так сказать, еще что-то, они говорят, этого хорошо, но надо поднять на еще более высокий уровень. А почему, как вы думаете, им дают? А им дают по одной простой причине, потому что чем дольше будет война, так сказать, длиться, тем лучше это раз, потому что ослабление России, тот же Остин сказал, ослабление России является нашей главной целью. Ослабление России без вступления в глобальный конфликт с Россией. Вот, собственно, и все. Все очень просто. Это первое. Второе, как бы, да, они загружают свой военно-промышленный комплекс этими делами, потому что, например, сейчас выкачивая старое советское вооружение и просто старое вооружение из Европы, оно будет замещаться, в первую очередь, американским. Ну, то есть, даже если у Украины нет успехов, ей все равно дают деньги. Ей будут давать деньги, да, ровно столько, сколько надо, так сказать, будет хотя бы на поддержание этих вещей. Это абсолютно... А, собственно говоря, так происходило все эти годы. Но ведь вкладывать в то, что сейчас вот-вот разрушится, опасно. Ну, они вкладывают в это как в средство, которое решает другую задачу, более масштабную задачу. Вот, например, да, тот же самый, так сказать, например, там, в этом смысле, там, например, скажем, в отношении Китая это тот же самый Тайвань. Вы думаете, им нужен только сам по себе Тайвань? Им нужен Тайвань как средство давления на Китай. Вот, собственно, и все. Да, и, например, если Китай когда-нибудь решится на военную операцию, надо сделать так, чтобы эта операция стала для Китая, но, как бы, очень тяжелой. Чем более она будет тяжелой, тем лучше. Даже, так сказать, я не думаю, что американцы не понимают, что Китай все равно так или иначе рано или поздно добьется возвращения Тайваня. Но надо эту цену, как бы, да, максимально поднять, чтобы ослабить эту страну и, по-моему, делать что-то еще где-нибудь, там, не знаю, там, Синдзян-Угурска в автономном районе или еще где-нибудь. Так же и с этим. Вот, собственно, и все. Это вопрос в том, что Украина не цель, как бы, Украина средства. Но при всем при этом, как бы, да, например, скажем, вот они уже как вот переворачивают ситуацию. Я думаю, что это тоже, это украинское ноу-хау с подачей американцев. Например, в Киеве говорят, мы в любом случае одержим победу, если будет заключен мирный договор. На каких рубежах, на каких условиях, на каких этих, не имеет значения. Вот если будет заключен какой-то мирный договор, это уже будет наша победа. Я хотел еще вот привести интересные факты, которые, мне кажется, в пользу вашей версии тоже говорят. Министр обороны Великобритании заявил, что атаки Украины на российские объекты являются законными. По его словам, действия Киева соответствуют нормам международного права, так как страна подверглась агрессии. Это слова министра обороны Великобритании. Блинкин же отметил, что США считают, что Украина должна самостоятельно решать, следует ли стремиться к переносу боевых действий на территорию России. Но, в принципе, это некоторые усмотрели в этом призыв перевести военные действия на территорию России. Конечно. Да не просто призыв. Именно этого и хотят американцы, так сказать, и британцы. Но, может, под это дело украинцы и просят все больше и больше? Да нет, это их хотят. Есть цена определенная вот таких действий. Ну, понятно, так сказать, да, они под это дело и просят больше оружия, да, и американцы, и европейцы их к этому и подталкивают, англичане в первую очередь. Вообще, если говорить о европейцах, речь сейчас, в первую очередь, о англичанах, остальных в основном заставляют. Я не буду говорить о поляках, да, но остальных в основном заставляют это делать. Поляки, кстати, самые щедрые там получились в плане помощи. Ну, там... Миллиард с небольшим отвалили, а все-таки Польша это вообще страна не очень большая. Ну, и пусть, так сказать, значит, им не жалко. Пусть дают, там тоже непонятно, откуда это миллиард. Ну, есть у них миллиард, пусть отдадут. Ну, да. Вот. Вот, собственно, и все. Для них это все равно, в конечном итоге, концепция не меняется. Цель это Россия, Украина это средства. А то, что, как бы, да, Украина там, она потихоньку, так сказать, будет сгорать в этом конфликте, ну, ладно, какая разница. Плюс, да, опять же, поставки вооружения, потому что, значит, как средство стимулирования американской экономики, значит, стимулирования военно-промышленного комплекса, ну, это классическая, классическая, так сказать, ситуация в американской экономике. Надо, значит, постоянно вести войны, говорят, вот американцы все время ведут где-то войны, да. Надо постоянно вести войны для того, чтобы ВПК постоянно работал. Вот этим они и занимаются. А сейчас, как бы, когда фактически они в Афганистане потерпели поражение, они потерпели поражение. Мы печалимся, что наша военная операция идет не слишком быстро. Американцы после 20 лет войны в Афганистане просто вынуждены были уйти оттуда. Кстати, начинали они это вместе с блоком НАТО. Весь блок НАТО, в конце концов, потерпел поражение в Афганистане. Понятно, что Афганистан превратился, но он и раньше был, непонятно чем. Но, тем не менее, они ушли оттуда, и это поражение. Кстати говоря, некоторые страны НАТО оставались с американцами до последнего момента. Та же Великобритания, Турция. Их военные подразделения тоже бежали вместе с американцами. А как дальше стимулировать? Тем более, что у Байдена есть проблемы с экономикой. А вот хороший момент. А пусть будет на Украине. Пусть Украина воюет до последнего украинца. Вот, собственно, и все. Поэтому, надо понимать, что это деньги, которые они вкладывают, как они считают, они вкладывают в то, чем они потом смогут воспользоваться. Опять же, в любом случае, какая-то Украина останется. Потому что, я так понимаю, что Западная Украина ни при каких раскладах нас не интересует. Я не знаю, будет ли еще что-то большее, чем то, что есть сейчас. Наверное, что-то будет. В конце концов, Путин сказал, что будут достигнуты цели. Как они будут достигнуты без вот такого однозначного военноуспеха? Видимо, никак. Ну, что-то будет. Ну, и ладушки. Да, и хорошо. Еще раз говорю, главное вообще преимущество американцев стоит в том, что они, находясь на своем там острове за многие-многие тысячи километров, они чувствуют себя способными ставить любые эксперименты. В конце концов, мы говорим, деньги. Почему они дают им деньги? А что такое деньги для американцев? Это пустота. Когда они печатают деньги, считайте, что этих денег у них бесконечное количество. Не ограниченное, а абсолютно бесконечное количество. Кстати, именно поэтому нам тоже надо как бы привязывать, отвязывать рубль от доллара, о чем многие говорят, да, и вчера мы здесь об этом говорили. Когда говорят, а почему, вот даже ваш вопрос, почему они дают им деньги? А что бы не дать-то, так сказать, если их не верено? Это считайте, что у вас есть, например, карман, в который, запуская руку, вы постоянно оттуда вытаскиваете новую пачку денег. Наверное, все-таки это не совсем так работает. Я думаю, что это практически так и работает. Потому что, знаете, уже много-много лет, как бы, да, мы слышим про катастрофический, значит, внутренний долг США. И прогнозы про то, вот-вот это лопнет, и это не лопается. Внешний. Ну, и внешний, так сказать, да. И это не лопается. Почему? Почему? Потому что страна может все время занимать, в принципе. Потому что это их деньги. Потому что это их деньги, а доллар остается международной платежной. Но они обслуживают этот долг. Они платят по процентам и могут не возвращать. Они обслуживают его той же самой пустотой, которой является сам доллар на сегодня. Но деньги все-таки обеспечены товарами. Какими? Любыми, которыми они производят. Нет, Сергей. Но в данном случае нефтью в том числе. Нет, Сергей. Потому что она за нефть торгуется. Нет, нет. Основной, так сказать, да, объем всего, как бы, ВВП, вот, всего этого оборота находится в финансовой сфере у американцев. В финансовой сфере. А финансовая сфера – это сплошная бесконечная спекуляция. Это как бы деньги, которые как бы есть, но их как бы нет. Их как бы нет. По товарной массе, например, скажем, да, американцы давно уже уступают Китаю. И что? Китай гораздо больше производит товаров. Но является ли юань таким, так сказать, средством универсальным, как доллар? Нет, не является. Хотя товаров, товарами он обеспечен гораздо большей степени, чем доллар. Вопрос финансовой власти. Главное, так сказать, это самое преимущество американцев – в их финансовой власти. И в том, что они контролируют биржи, финансовые потоки, банки и все остальное. А товаров, как бы, да, у них есть товары, но их гораздо меньше. Нефть. Другие страны мира добывают гораздо больше нефти, чем США. И что? Разве, так сказать, валюты этих стран вот такие же, как доллар, такие же мощные? Нет. Потому что вопрос не в этом. Вопрос в том, что они сами играют в эту игру, и эта игра бесконечная. Никакие пузыри никогда в штатах не лопнут. Если будет вот ситуация, будет именно такой. Поэтому так важно, между прочим, выход, так сказать, из долларовой зависимости. Потому что сокращение долларовой зоны международной, оно и приведет к тому, что тогда придется обеспечивать какими-то реальными вещами. Доллар давно не обеспечен ни золотом, ни товарами, он обеспечен верой в доллар, он обеспечен контролем за финансовыми, так сказать, потоками. И это главная его сила, а вовсе никакие не товары. Товаров делают гораздо больше уже, вот Индия с Китаем делают там в разы больше товаров, чем это самое, чем Америка. И что? Кому нужна эта рупия? Ну, юань еще туда-сюда, а рупия вообще никому не нужна. Ну, там где-то она, так сказать, может быть, как-то вот мы сейчас пытаемся переходить. А доллар нужен, несмотря на то, что, как бы, это вообще пустая, так сказать, совершенно вещь. Потому что ему верят. Это вопрос чисто, так сказать, такой. Здесь товары, как бы, имеют значение, но не такое большое. Ну, вот так вот. Да, и еще тут есть сообщение из телеграм-каналов, что колонна румынских войск движется в направлении молдавской и украинской границы. Ну, это я дня три уже слышу, что они переодеваются в молдавскую, так сказать, форму и будут там это самое, что-то штурмовать. Пока, мне кажется, это маловероятно, потому что румынские войска в таком случае вступят в войну за территорией Румынии, и чем это кончится, для них неизвестно. Они когда-то уже пытались это делать, но не очень это получалось в Приднестровье в том же. Небольшая пауза, после новостей вернемся. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский в студии. Сергей Александрович, продолжим к другим темам. Да, тут попалась интересная статья, которую написал старший научный сотрудник Института Катона и бывший специальный помощник президента США Рейгана Дэг Бэндоу. Он написал 9 причин закрыть перед Швецией и Финляндией дверь в НАТО. Как он объясняет, расширение НАТО никак не связано с безопасностью Америки, и никогда не было. Скорее, целью было расширить благотворительную роль Вашингтона в продвижении региональной стабильности. Так почему же американцы должны увеличивать свой груз сейчас? Напротив, нужно прекратить принимать новых членов в Трансатлантический альянс и подготовиться к передаче европейской безопасности в руки самой Европе. Вот 9 причин, чтобы закрыть дверь в НАТО перед Финляндией и Швецией. Далее он их перечисляет, могу озвучить. Озвучите, почему нет. Я озвучу. В Финляндией и Швеции ничего не грозит. Оба государства хорошо вооружены и поддерживают дружные отношения с Западом. У них нет серьезных споров с Москвой. Рассказы об открытых дверях НАТО – это фикция, которую продвигают те, кто хочет бесконечно расширять альянс, независимо от интересов безопасности США. В Финляндии и Швеции принесут НАТО больше новых обязательств, чем активов. Ни одна из этих стран существенно не изменит баланс сил с Россией. Обязательства рождают новые обязательства. Государства Прибалтики и Польша требуют постоянного присутствия американских контингентов. Поскольку присоединение этих государств в Финляндии и Швеции никак не будет связано с противодействием российской угрозе нынешним членам, Москва воспримет это как угрозу. Дальнейшее решение НАТО может показаться адекватным ответом на действия Москвы на Украине, но фактически это только усилит опасения России, которые провоцируют ее политику в отношении Грузии и Украины. У Соединенных Штатов нет значимых интересов безопасности ни в Швеции, ни в Финляндии, а значит нет оснований воевать из-за них. В Финляндии и Швеция обладают достаточно мощными вооруженными силами, которые в состоянии обеспечить независимую систему европейской безопасности. Дополнительный груз ответственности за европейцев, возложенный на США, будет только расхолаживать эти и другие государства. И Соединенные Штаты больше не в состоянии брать на себя обязательства за индифферентные государства. Замечательный мужичок. Дэк Бенду. Да, его бы устами да мед пить, да. Прямо бы так вот ему и работать бы в администрации президента нашего. Но, как бы, да, в принципе, все эти аргументы звучат вполне разумно с нашей точки зрения. Но я уж не знаю, как человек, который работает в институте Катона, может этого не понимать. Но мне кажется, что все, что он перечислил, это аргументы здравого смысла. А вовсе не то, чем руководствуется американская власть. Он пишет о реальных угрозах, он пишет о том, что связано это, так сказать, с интересами безопасности США или нет. Как будто бы кого-то вообще интересует реальная угроза. Еще раз говорю. Вообще, интересно, что он написал, потому что институт Катона – это не забегаловка. Это действительно, как бы, да, очень старый, такой, так сказать, известный аналитический центр американский. Вот, считается консервативным. Вот, но все, что он написал, как бы, это, по большому счету, противоречит политике установления глобальной власти. Потому что реальные цели присутствия США в Европе – это вообще никакая не защита ни Европы самой, ни национально безопасности США от военных угроз. Реальная цель – это контроль над Европой. А вот в этом, а также давление на потенциальных соперников, конкурентов, врагов, ближайшим из которых является Россия. А для этого и выдумываются любые поводы, создаются любые комбинации. Поэтому в этой логике как раз действует США. Если, значит, товарищ аналитик из американского, вроде бы, старейшего центра этого не понимает, то мне это очень странно. Вот, скорее всего, понимает. Вот, но пытается, так сказать, апеллировать к здравому смыслу. Ну, и это хорошо, так сказать, да, статья правильная. Девять пунктов, которые вы зачитали, как бы, они очень достойные, вот, Сергей. Но в данном случае я симпатизирую, так сказать, да, конечно, этим пунктам. Потому что они очень простые, понятные, и главное, они, так сказать, вполне укладываются в тот здравый смысл, который мы, ну, лет 30 после распада Советского Союза, все пытаемся как-то донести до американцев. Но почему-то такие люди, как вот этот вот человек, да, как вы его назвали, Дэк Бэндоу, что-то в этом роде, да? Да, Дэк Бэндоу. Да. Почему-то они не имеют вообще никакого влияния на американскую внешнюю политику. Может, влияют, но не слишком сильно. Они же очень, ну, как бы, пожилые люди. Ну да, старичок, так сказать, такой, да? Вот, но интересно, что, так сказать, хотя бы то, что такие доводы появляются, потому что это как раз вот это ровно тот, та, так сказать, точка зрения, в которой мы пытались все эти годы разговаривать с американцами, доказываем, что, ну, Советского Союза с его тоже претензией на мировую революцию давно не существует. Мы готовы жить в ситуации, там, кооперации с Европой, если хотите, Соединёнными Штатами Америки. На самом деле мы готовы выстраивать, так сказать, самые разные конфигурации сотрудничества взаимовыгодного. Нас интересует только одно – отсутствие военной угрозы, да, и всё-таки это сохранение какого-то права принятия собственных решений. Но вот именно это и входит в противоречие с американской глобальной политикой. Потому что любой, кто принимает самостоятельные решения, является потенциальной угрозой американской, там, глобальной власти. Вот, собственно, и всё. Вот. Понимает ли этот вот старичок-мужичок американский это или не понимает, я не знаю. Но вот все его здравомыслие в итоге упирается в реальную политику Штатов. А реальная политика Штатов заключается в том, что как раз наоборот провоцирование конфликтов и напряжённости, создание мнимых угроз, да, и является основным методом действия и влияния американцев по всему миру. Потому что это позволяет им вмешиваться в дела, которые происходят далеко за пределами, так сказать, североамериканского континента. Вмешиваться, причём самым грубым образом, да, таким образом осуществляя своё влияние на происходящие там события. И то, что происходит сейчас в Европе с расширением НАТО, это совершенно чётко подтверждает. Потому что об этом говорилось очень много, очень много раз. Зачем надо было расширять НАТО, непонятно. Кстати, вот вчера Путин тоже, когда в Петербурге выступал на вот этом Дне параментаризма, он ещё раз вспомнил, ну, вкратце, историю наших отношений с Украиной и вообще всё то, что имеет отношение к Украине. Он сказал, но мы же вот согласились на эту независимость когда-то в 1991 году Украины, рассчитывая на то, что Украина будет дружеским государством. Это принципиальный момент, между прочим. Я тоже об этом вот много здесь говорил, как бы, да, когда-то рассказывает история. Мы рассчитывали на то, что с этой территории угрозы никакой не будет. И, кстати говоря, это подтверждало украинское руководство тогда в лице Кравчука и всего остального. Но не прошло и года, как американцы обратились за гарантией безопасности к президенту США, требуя этих гарантий, и начали программы военного сотрудничества с США и странами НАТО. В 1992 году какая была угроза этой самой Украине? Никакой. Кроме одной, да, кроме одной, нормальные отношения с Россией не укладывались в парадигму вот этой глобальной власти, во-первых. А во-вторых, уже на более низком, так сказать, уровне не укладывались в идеологию украинского национализма. Вот, знаете, есть такой вот Дмитрий Донцов, которого часто цитируют, интегральный национализм. Интегральный, значит, ну, значит, действенный, что называется, да, что-то действует, что-то делающее, да. Вот, значит, если кому интересно, опять же, у нас же тоже люди, так сказать, они так по верхам в основном там. Ну, какой там Украине нацизм? Нет там никакого нацизма. Вот зеленские евреи, поэтому нацизма нет. Вот. Возьмите, почитайте книжку, так сказать, этого Донцова «Украинский национализм», которую он писал вот в до и после, там, в трое мировой войны, как бы, она написана в этот период. И он там четко совершенно пишет. А до этого можно и более ранние, так сказать, книжки почитать. Он пишет, украинской нации нет. Идеолог украинского национализма пишет, украинской нации на самом деле не существует. Но нам, пишет он, предстоит ее создать. Зачем и как? Затем, чтобы эта украинская нация стала частью Запада. Эта украинская нация надо внушить, что Россия, как бы, это даже не славяне, что Россия – это вечный враг. Так это или не так, не имеет значения. И на основе этого развязать конфликт, который позволит украинской нации, так сказать, достать авангардом, что называется, там, передним краем этой самой европейской цивилизации. Все. Вот и все, как бы. Именно это и было взято на вооружение украинской властью, несмотря на все разговоры о том, в 1991 году, что это будет дружное государство. А то, что такие разговоры были, это вообще даже, по этому поводу, даже видео есть огромное количество. Когда был референдум, значит, по поводу Украины и прочее, украинские лидеры тогда говорили, да нет-нет, вот они прямо в камеру говорили, нет-нет, все будет хорошо. У нас будут точно такие же прекрасные отношения с Россией, как и были. Мы будем друг к другу ездить в гости, будем, так сказать, торговать. У нас будет все общее, ну, просто будет называться это вот по-разному. И обманули тут же. Например, скажем, Верховная Рада Украины так и не артифицировала соглашение по СНГ. Хотя в нем вообще не было ничего, что могло бы угрожать независимость Украине. Но там было что-то, что угрожало бы американской власти, условно говоря, там, а также украинскому национализму. Поэтому вот то, что человек в институте Катона работает, кстати, там же Иларионов работал, бывший, значит, наш тоже чиновник достаточно высокого ранга, вот, работал, работал. А потом вот, когда началась вот эта вот вся бодяга, и, кстати, он поддерживал Трампа Иларионов, я так понимаю, а когда началась, и вообще, вот, институт Катона, он консервативный, то есть немножко там тоже вот в эту сторону республиканцев. Это как раз перекликается, все то, что написал этот человек, перекликается как раз со взглядами Трампа насчет того, что Америка будет великой, но для этого не обязательно, как бы, да, нужна вот такая глобальная власть, которой там стремятся, так сказать, ну, условные там демократы или там другие, так сказать, глобальные элиты. Вот все это очень, как бы, да, разумно, трезво, как бы, да, и очень хорошо, как бы, ложится нам, что называется, на душу, и вроде как действительно и бьется с реальными фактами, но только это никакое отношение не имеет к реальной политике штатов. А реальная политика штатов – это власть над миром, а в Европе – это власть над Европой, а в этом, в этом, в этом контексте любой конфликт, любая угроза, а также расширение НАТО – это хорошо, это хорошо. Они этим и занимаются, поэтому Финляндия, Швеция, я должен сказать, что Финляндия раздражала американцев еще в советское время. У Финляндии в советское время с Советским Союзом, несмотря на то, что в Финляндии была там, что была вот эта вот война, как в Советском Союзе называлась, с Белофинами, вот, несмотря на то, что Финляндия входила в коалицию с Гитлером, несмотря на это, как бы, да, в Советское время между Финляндией и Советским Союзом был заключен договор о, там, не нападении, о разных всякого рода гарантиях, вот, и Финляндия не вступала в НАТО. И это очень сильно раздражало американцев уже тогда. Вроде как Финляндия страна Европы, страна западного мира. Хотя я еще раз напомню, что никакой Финляндии без России бы не было. Государство финляндское было организовано в рамках Российской империи, а потом получило реальную независимость после революции 1917 года от советской власти. Но тем не менее, их очень раздражало, что вот эта Финляндия не вступает в НАТО. И вообще их нейтралитеты очень раздражало. Какие-то особые отношения с Советским Союзом. Вот сейчас появляется шанс втянуть эту территорию в блок НАТО. Так же, как и Швецию. Но у Швеции более сложные отношения с Россией, как известно. В том числе, связанные с украинскими сюжетами. Вот они будут ее втягивать. Они будут втягивать, что бы там ни писал, так сказать, Денис Тутко Тона. Хотя то, что в Америке есть люди, которые вполне себе здраво смотрят, ну и то хорошо. Другой вопрос, что, конечно, мы их даже процитировали на радиостанции Вести-ФМ, но услышали хоть кто-нибудь этих людей, так сказать, там вот в Америке. Это вопрос, Сергей Александрович. И еще он говорит, что российские боевые действия на Украине должны напомнить Вашингтону, что гарантии безопасности не следует раздавать как печенье на детском празднике. Союзники не приняли Киев в НАТО, потому что у них нет оснований защищать Украину и рисковать вступить в войну, которая может перерасти в ядерную. Тот же принцип касается Финляндии и Швеции. Вашингтон должен прекратить расширение НАТО и начать именно с них. — Какой молодец, — сказал, так сказать, дедушка и отправился на заслуженный отдых. — Ну да. — Да, как этот самый, как Гутерриш приезжал, так сказать, нам рассказывал про гуманитарные коридоры. — Но Гутерриш работает, не покладая рукой. — Ну да, встреча длилась около часа, хочет добавить. После этого Гутерриш, обратно Гутерриш поедет на автобусе через, так сказать, гуманитарный коридор через Ростов-на-Дону. — Но, значит, что касается, так сказать, вот этих выводов, выводы все правильные, да, вне всякого сомнения не надо раздавать гарантии безопасности, хотя американцы никаких гарантий безопасности Украине не давали. Это тоже такое, так сказать, выдуманные вещи. Это Украина просит у них. Кстати говоря, все-таки, на самом деле, Украина-то просила другого. Так кто сейчас уже подзабыл? Украина просила, чтобы американские войска непосредственно на территории Украины вступили бы в войну с Россией, с российскими войсками. Вот что просила Украина. Она просила военного присутствия стран НАТО и их прямого непосредственного участия в военном столкновении с Россией. Этого они не получили. Вот. И я все-таки думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что, так сказать, не получат, потому что, ну, украинцев не жалко, а своих уже будет жалко. И неизвестно, так сказать, что там с ними будет. Потому что одно дело все-таки в Афганистане воевать или в Араке, другое дело все-таки воевать с Россией на Украине. Это не будет одно и то же. Вот. Но, тем не менее, да, еще раз возвращаясь ко всей этой, так сказать, ситуации, много раз тогда говорила сейчас, на самом деле, у нас в Украине был только один вопрос. Да, это вопрос военной безопасности. Они, американцы, это поняли в какой-то момент. И именно на это и стали давить. Потому что никакая такая, так сказать, мирная Украина, никакие такие нормальные отношения с Россией их не устраивали. Да, спровоцировать конфликт России со странами НАТО очень сложно было бы. А вот спровоцировать конфликт Украины с Россией, Россией с Украиной, это можно. И к этому они, собственно говоря, все это дело вели. И сколько мы не уверовали от этого, да, в конце концов, все равно уверенить не получилось. Потому что, ну, грубо говоря, так сказать, вариант, который был бы, вот, говорят, в 2014 году вообще не надо было вмешиваться. Зачем мы взяли этот Крым и прочее, прочее. Моя позиция такая, что в 2014 году надо было и все и делать. Но, например, противоположная позиция была такая, так сказать, не надо ничего, вообще ничего не надо было делать. Я думаю, что если бы в 2014 году мы ничего бы не делали, сейчас Украина была бы в НАТО. С очень большой вероятностью. Она была бы в НАТО. Вот, собственно, все. Черное море для нас было бы окончательно закрыто. Значит, бас Черноморского флота в Крыму мы бы лишились. Вот. А все, что связано, так сказать, все, что связано с военными проблемами, стало бы абсолютно нерешаемым. Вот такая история. Так что спасибо деду из Института Катона. А он старичок, да? Ну, я думаю, что раз он уже отставной и работал с Рейганом, то что, наверное, не молодой. Да, 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 не молодой. Но хорошо, видите, человек мудрый это означает, да? Конечно. То есть, на самом-то деле, это интересно, с какой точки зрения? С точки зрения, что, значит, опытный, умудренный опытом американец, так сказать, да, работающий в авторитетном аналитическом институте, на самом деле видит всю ситуацию такой, какая она есть, да? Я думаю, что и многие там видят ее. Я думаю, что ее и сами там и Блинкины все эти, как бы они тоже это все понимают. Другой вопрос, что цели совсем другие. Цель, как бы, да, глобальная власть. Да, вот и все. Сегодня Россия, так сказать, предположим, там, да, надо ее максимально ослабить. Завтра Китай, за Китай возьмемся, там, и прочее, прочее, да, еще что-нибудь в этом роде. В общем, короче говоря, надо не мытьем-то, сегодня там, вот, Европу фиксируем, там, мертвой хваткой, не мытьем-то катанем, надо сохранять мировую власть. Получится это у них, не получится. Я думаю, что все равно не получится, да, вопрос только в сроках и, так сказать, в издержках. Потому что, вот, даже с концептуальной точки зрения, чем дальше, тем больше видно, что предложить-то нечего. Потому что вот эта борьба за власть жесткая, вот, в том числе с оборудованием военных конфликтами, она все больше и больше толкает американцев, опять же, я говорю, к тому, чтобы вот все то, что было раньше привлекательным, сейчас бы осталось только на, тем самым, на, так сказать, на уровне вывески. Но что все то, что действительно раньше многих привлекало, там, условно, так сказать, там, борьба за права человека, там, свобода слова, там, вот это все, что, это все, так сказать, все дальше и дальше превращается просто в обертку, в наклейку и больше ничего, за которой вообще ничего нет. И, кстати, я думаю, что если исторически смотреть на эти вещи, конечно, вот, людям хочется все, так сказать, иметь здесь и сейчас, но исторически, конечно, и конфликт с Россией, это, в конце концов, деградация либерализма. Вот, это все будет только ускорять деградацию либеральной идеологии и ее, так сказать, содержание. В итоге западный мир двигается к внутреннему тоталитаризму, причем достаточно быстрыми темпами, оправдывая это, например, сегодня, в том числе, там, российская угроза, завтра будет какое-нибудь другое оправдывать. И в итоге, как бы, от этого мира свободы, которому многие действительно тяготели, и там было, так сказать, может быть, даже чему позавидовать, внутренне не останется ничего. То есть, вот, на уровне догматов это будет полная фальшь, на уровне прав это будут очень избирательные вещи, вот, на уровне законов это будет, так сказать, опять же, все равно, так сказать, принцип политической целесообразности, вот, ну и все такое прочее. И абсолютно неизбежно это все обратно скатится в новый расизм. В новый расизм. Я не знаю, как они это будут, так сказать, укладывать со своей толерантностью, но что-нибудь такое придумают, не знаю. Что-нибудь придумают. По газовым темам, Сергей Александрович, президент Молдавии Майя Санду признала, что у страны нет альтернативы российскому газу. Мы не можем, говорит она, отказаться от газа в условиях, когда нет альтернативы. Кроме того, электроэнергия тоже зависит от газа. Здесь тоже нет альтернативы, потому что мы на практике не подключены к Румынии. И она добавила, что если контракт с Газпромом перестанет действовать, газ придется приобретать на рынке, что намного дороже. И Нана выразила надежду, что этого не произойдет. Ну, кстати, тоже довольно странно с этой Румынией и Молдавией. Ну да, вы когда-то тоже упомянули, вот эти слухи, они уже несколько дней витают. Как только начались вот эти в Приднестровье первые теракты, рассказывают по разным телеграм-каналам, что румынские войска зашли в Молдавию, они переодеваются в форму молдавских войск, сейчас зажмут все это дело. Ну а тогда придется ликвидировать молдавскую государственность, если откровенно сказать. Потому что, по большому счету, у Молдавии как самостоятельного государства нет возможности, не будет вообще возможности противостоять этой ситуации. Молдавия слишком маленькая и слишком слабая для того, чтобы перенести это дело. Ну, условно говоря, война с Приднестровьем. Какое-то время она продлится в любом случае. Может быть, даже катастрофа на этом же складе, в этом арт-вооружении в Колбасном, представьте себе, это может полмолдавии снести вообще нафиг. А затем, в конце концов, фатальные экономические трудности, потому что в этой ситуации, конечно, все. Они будут отключены от энергоснабжения полностью. Энергоснабжения в Молдавии просто больше не будет. И, кстати говоря, на этом фоне Майя Санду победила вроде как на выборах, а за последние месяцы теряет популярность, потому что не в состоянии решить вот эти проблемы энергетического плана. Значит, энергия дорожает и дорожает, дорожает, а Молдавия вообще страна очень бедная. Интересно, кстати говоря, в этом смысле вот их странное отношение с Румынией. Потому что я очень хорошо помню, я в 1992 году дважды посещал вот эту вот замечательную страну, в том числе Приднестровье, когда там был этот конфликт. И тогда я помню, сколько среди условных молдавских прорумынских националистов было, значит, сказок про то, что, значит, Румыния замечательная страна, хотя вот насколько вот я владею фактами, ну и помню, Румыния – это самая бедная страна из соцлагеря. Но беднее Румыния была только Албания. Вот. С этим Энвером Ходжа, так сказать, ее диктатором албанским, да. Ну вот, но тем не менее, например, тогда в постсоветской Молдавии прямо вот эти прорумынские националисты, они прямо вот там просто кипятком, так сказать, писали, что называется, рассказывая о том, как они сейчас классно соживут вместе с Румынией. А когда Румынию еще приняли в НАТО, а потом в Евросоюз, ну все, там прям был просто вообще такой, так сказать, праздник. Но практика показала, что, во-первых, сама по себе Румыния остается крайне бедной страной и сидит на европейских дотациях, а второе, как это ни странно, она практически ничем не смогла помочь Молдавии. Вот нынешняя ситуация критическая, в Румынии вроде бы отбывают нефть и газ. Но Молдавия, как бы, да, оказалась к этому не подключенной. Хотя прошло уже много-много лет. Я напомню, что после распада Советского Союза прошло уже 30 лет. 30 лет, как Молдавия и Румыния, там, да, они, на самом деле, абсолютно независимые страны. Никак они не зависят ни от Москвы, так сказать, ни от России. И могли бы, наверное, за 30 лет выстроить какую-то там цепочку экономической кооперации. Что-то там есть, но, например, ничего такого, что могло бы заместить связи с Россией, представляете, за 30 лет так и не было построено. Несмотря на то, что Румыния стала и членом НАТО, и членом Евросоюза. Сейчас небольшая пауза, и мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Креневский в студии. Сергей Александрович, еще про газ, итальянская компания. Я просто немножко там добью про Румынию и Молдавию. Просто интересно, что за 30 лет они так и не смогли, так сказать, сделать ничего действительно интересного в области экономики. Несмотря на то, что Молдавия гораздо раньше Украины, кстати говоря, подписала ассоциацию с Евросоюзом, соглашение об ассоциации, несмотря на ее огромное количество, так сказать, всяких разных проектов с Румынией, в конечном итоге мы видим, что она 30 лет прошло, а она, так сказать, у разбитого корыта. И в свое время, между прочим, подписание этой ассоциации привело к разрыву большого количества контрактов с Россией, которые они надеялись заместить европейскими какими-то связями. Ничего не вышло. Молдавия год от года становится только беднее. И в конечном итоге вот они приехали к тому, что им нечем платить за газ. Никакая Румыния, никакой Евросоюз, никакая ассоциация с ним, никто, ничто не помогает. И в результате Майя Санду, несмотря на то, что она искренне не наявит Россию, и хотела бы забрать Приднестровье, вынуждена тормозить руками и ногами, когда ее запихивают в этот военный конфликт, потому что она понимает, что это будет полная катастрофа. Для Молдавии это будет полная катастрофа. И все, что они хотят, кстати говоря, они уже согласились платить рублями за газ, уже открыли эти рублевые счеты, счета, потому что другого выхода нет. Но если, чтобы добить эту тему по Приднестровью, буквально еще пару слов, там, понимаете, мы все рассматриваем какие-то такие брутальные сценарии масштабные, там, типа, вот, Молдавия, там, слева, так сказать, Украина, справа, там же могут быть, обратите внимание на то, что там происходит, там могут быть два еще, так сказать, варианта. Первый, как я уже сказал, это, возможно, просто там, ну, провоцирование взрыва на этом складе, да, с обвинением России, хотя я не очень понимаю, что это даст, но, учитывая то, что они, собственно, граждан точкой обстреливают, то, в общем, они на это способны. А второе, это попытка дестабилизации ситуации внутри Приднестровья. Например, скажем, имитация военного переворота. Например, скажем, какой-нибудь такой военный переворот, который вдруг приведет в Тирасполе, так сказать, к власти людей, который скажет, ну, все, мы тут передумали, мы тут подумали, как бы решили мы объединиться с Молдавией. И тогда, как бы, разом, как бы, да, они получат и Приднестровье, и, значит, артиллерийские, так сказать, все эти снаряды, вот, и все остальное. Единственное, там будет вопрос, а куда девать, значит, российских военных. Но их заблокируют каким-то образом. Но я думаю, что вот и ни то, ни другое, как бы, скорее всего, у них не получится, да. Но теперь давайте, да, к вопросу о Газе. Кстати, мы тут про Финляндию говорили, да. В Финляндии там тоже один из министров финских сказал, что они не собираются платить в рублях за газ. Хотя финская компания, с которой у нас же не с министрами отношения, так сказать, с компаниями, финская компания, так сказать, которая газ у нас закупает, газгрид, по-моему, называется она, да, это самое, она пока молчит, пока молчит, да. А как совершает Блумберг, по его, по Блумберговским, кто знает это вот агентство экономическое, по Блумберговским данным, 10 компаний из 21, мы объявили 21 страну недружественной, в результате примененных к нам санкций, да, и, значит, говорим о том, что надо платить по нашим схемам. 10 компаний из 21 ведут переговоры, как бы, да, об открытии рублевых счетов с Газпромбанком. Это сведения, как бы, да, какая она, американская, наверное, все-таки, да, агентство Блумберг? Да, конечно, американская, естественно. Вот это сведения Блумберга, да. Даже, вы помните, этот основатель Блумберга пытался стать президентом США. Он же самый, он же и Блумберг, нет? Да, его зовут Майкл Блумберг, Трамп называл его Мини Майк, потому что он потратил 500 миллионов долларов на свою компанию, и у него там один или два процента рейтинг был, и он называл его Мини Майк. Ну, ладно, так или иначе, в общем, Блумберг сообщает, что из 21 потенциальной компании 10 уже ведут переговоры о рублевых счетах. Вот, ну, посмотрим, значит, это как-то может двигаться вперед. Вот, насколько я понимаю, Венгрия и Австрия все-таки уже готовы, так сказать, платить в рублях. Вот, что касается поляков и болгар, мы об этом говорили вчера, так сказать, поляки, значит, там гоношатся, они закачали много, так сказать, газа. Но в итоге все, видимо, скорее всего, сведется вот к этому псевдореверсу. А вот у болгар ситуация гораздо хуже, потому что у них газовое хранилище заполнено только на 17%, это хватит, ну, максимум на две недели. Максимум на две недели, а дальше, как бы, да, или опять изображать какой-то реверс на бумаге, да, типа это не российский газ, или воровать газ из трубы. Вот, а чей газ воровать из трубы? Ну, например, венгерский, который в Венгрию идет. Но Газпром уже предупредил, что ровно насколько своруют, так сказать, настолько же они сократят объемы поставок. То есть вот наши, так сказать, болгарские братушки в очередной раз попадают в совершенно идиотскую ситуацию. Тоже, кстати говоря, страна, которая рассчитывала на многое, вступая в Евросоюз, в итоге не получила ничего. Что там по газу, Сергей? Итальянская компания Эйни планирует открыть рублевый счет для расчетов за газ. Как раз-таки Блумбек сообщает, а Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях, сообщает местная газета со ссылкой на министра государственной собственности и отношений. Ну это то, что я говорил, да, министр вот, так сказать, сказал, что не планирует, но на самом деле наши отношения, у Газпрома отношения не с министрами. У Газпрома отношения с компаниями, да, как бы там контракты заключаются не с президентами, не с министрами, а с компаниями, которые в основном, так сказать, являются частными, да. Ну, по крайней мере, акционерными обществами, там, наверное, у этих, как его, у государства, у этих компаний тоже может быть какая-то доля, я имею в виду там, ну, итальянского, финского, там, еще какого-то государства. Вот, но вопрос не в том, что скажет министр, а в том, что скажет компания. Потому что вот с Австрии вот за последние сутки уже там три раза все перевернулось с ног на голову. Значит, сначала сообщили, что ОМВ вот это вот собирается за рублями платить, потом канцлер сказал, что не собирается, потом сказали, что нет, опять собирается, потом, что опять не собирается. В итоге, наверное, все-таки будут платить рублями, вот, скорее всего, потому что для Австрии, как бы, эти поставки крайне важны. И я думаю, что вообще у них такая будет, знаете, такая вот кадриль будет непонятная, когда они будут это делать специально. То есть компании будут, на самом деле, вести переговоры по плате в рублях, а политическое руководство для того, чтобы сохраняться, так сказать, в русле санкций, будет постоянно делать заявления, которые будут говорить, что нет, нет, мы придерживаемся политики санкций, так сказать, да, мы, это самое, мы все вместе с Европой. И, думаю, что они попытаются вот где-то так вот, вот где-то так вот, так сказать, пролезть вот на этих вот, вот в этот коридор. Интересное, кстати, сообщение пришло по-воду Германии, я не очень понимаю, так сказать, пока там подоплеки, но, тем не менее, говорят, что якобы Германия, вот этот самый, так сказать, газпромовский, газпромовский, так сказать, филиал, от которого вроде как Газпром отказался в Германии, Попытался перевести платеж Газпрому Но Газпром его отклонил Вот там надо разбираться Это вроде бы даже По тем же самым правилам Которые мы им выставили По той схеме Но Газпром его отклонил И кстати вопрос с Германией будет самым важным А как Германия собирается платить Но тем не менее уже 10 стран В том числе в Искалении Это одна из крупнейших европейских компаний Итальянских Они ведут переговоры А несколько уже и готовы платить Минимум 2 Это Австрия и Венгрия А я слышал про 4 Что уже 4 готовы платить А что касается Я вспомнил про Молдавию Я в данном случае говорю о Европейском Союзе А те страны которые за пределами Молдавия Она однозначно готова на все что угодно Только поставлять и газ Потому что их любимые румыны Почему-то их этим не обеспечивают Хотя например скажем Есть же сведения что например ГСМ На Украину Для украинской армии В том числе поступает именно из Румынии Цистернами по железной дороге Но факт то что да Вот Блумберг сообщает Что здесь компании ведут переговоры Да Большая удача По поводу реакции на Санкционную войну Со стороны западных стран И западных компаний Французская Total Energies В своем годовом отчете Написала что потеряла 4,1 миллиарда долларов По проекту Арктик СПГ-2 Ну то есть они говорят что Из-за неопределенности Созданной технологическими Финансовыми санкциями Для реализации проекта Арктик СПГ-2 И возможно ухудшение ситуации В случае продолжения конфликта на Украине Total просто списывает эти активы Убытки Да все это убыток Они не знают что с ними делать И вторая такая же компания Германская компания Wintershell Dia В первом квартале Списала активы на полтора миллиарда евро Из-за потери доходов По проекту Северный поток-2 И операции связанных с Россией Говорится в отчете компании Ну да Довольно серьезные деньги Да это серьезные деньги Они будут только нарастать На месяц бы Украине хватило Только вот Украину просят А их больше нет Но Украина рассчитывает на то Что сейчас они по напрямую Там законов по беспределу Как бы да все что же они конфисковали У наших олигархов Все так сказать пойдет Украине Яхты так сказать на них На эти яхты там поставят ракеты Ну это ладно Ракеты это я шучу Как бы да Вот они на это рассчитывают Но смысл в том что да Европейские компании Еще раз говорю Американцы просто вот топчут Европу Как хотят Европейские компании будут нести убытки Этих убытков будет только больше И больше и больше Вы ждете всех этих например Камланий Даже вокруг в том числе отказов Как только они стали отказываться Платить в рублях Цена газа пошла вверх И чем больше они будут отказываться Тем дороже она будет Да Они вот упираются Не хотят понимать Хотя на самом деле Есть способы снизить эту цену Как бы приняв наше предложение То есть простейшая вещь Тут американцы заставляют Их из идеологических соображений Как бы да Наносить самим себе ущерб Вот как можно было бы Вот прямо сейчас Снизить цену на газ Принять российские предложения Если этого не хочет делать Политическое руководство Значит отдайте это Частным компаниям И говорить что это Вот все частные компании Вот как только Чем больше например Скажем будет соглашаться На нашу схему Тем Значит будет Ниже цена Цена пойдет вниз Просто Ну она не пойдет То сказать Радикально вниз Но она пойдет вниз Опустится Значит ниже чем она есть А чем больше будет Споров вокруг этого Тем она будет выше Тем вот так сказать Она будет На все выше и выше Это вот та ситуация При которой как бы Как это ни странно Борьба Вот в этом конкретном вопросе Нефтегазовом В антаркетическом вопросе Борьба Европы С Россией Поднимает цену На углеводороды А значит Дополнительно финансирует Российский бюджет И вот из этой ловушки Как бы Им вот ну никуда не выбраться Даже храбрые поляки Как бы Ничего не могут сделать Потому что вот в итоге Они значит Вот закачали там Максимум так сказать Газа российского Видимо будут покупать Как бы немецкий газ Вот Но фактически он будет российским При этом он будет дороже Когда будет возвращаться Из Германии А дальше Как бы вот этих всех Там они построили Они хотят построить Плавучий терминал СПГ Но это не раньше 27-го года Потому что пока Вообще его нету Даже и в проекте Вот они занимаются Строительством газопровода Из Норвегии Но тоже Когда он будет Закончен там Еще неизвестно Да может быть Год на это потребуется А может полтора И при всем при этом Норвегия не может Поставлять столько газа Сколько Польше нужно Ну хорошо Пусть вот и они Упираются в это дело Но в итоге В итоге в конце концов Как бы да Американцы Их вот этой идеологической борьбой Они как бы их поставят на колени В итоге Так сказать Все только Все только будет дорожать И их бесит ситуация При которой Вроде бы как Они наносят ущерб России А на самом деле Сам по себе Мировой рост цен На газ Нефть и уголь Дает России Дополнительные доходы Вот и что с этим делать Как бы непонятно Потому что У нас есть то Чего нет у них И все Да кстати Это хорошо звучит И главное Это на самом деле так Может быть к другим темам А что мы все по энергии Сами ходим Ну действительно Давайте Постоянный представитель Крыма Георгий Мурадов Призвал крупные российские банки Среди которых Сбербанк Открыть свои офисы На полуострове В настоящее время Поручение президента Путина Работу по открытию своих филиалов В Крыму Ведет только Промсвязь банк Да Я лично знаю Георгия Львовича Это его тема Все эти 8 лет Как и тема Крымского руководства Где же Замечательные Так сказать Российские банки Раньше Крупные российские компании Российские банки Своё отсутствие на полуострове Объясняли тем Что они боятся попасть под санкции Вот мне сейчас интересно Под какие санкции Они ещё не попали Вот Под какие ещё санкции Они боятся попасть Так сказать Да Не открывая там Значит Свои эти офисы И так далее Мне кажется Они уже попали под все санкции Какие только можно было придумать А также про многие Такие Которые Например В 2014 году Как бы даже и придумать было сложно Вот Тем не менее Почему-то Этот процесс Этот процесс Так сказать Да Всё ещё Всё ещё Не форсируется Не знаю Трудно сказать Там надо В этих В этих Банковских дебрях И в этих всевозможных Там Хитросплетениях Да И местные власти Так сказать И федеральные Это Разобраться Не так-то просто Но тем не менее Да Сбер Интересы Сбера Представлены на полуострове Другими банками То есть там как Можно спокойно Сберовскими карточками Расплачиваться Значит Всё там По идее работает Но как бы Самого Сбера Всё равно формально Там нету Нету там офисов Так сказать Нету Вот сети И прочее Почему Для чего Да Не очень Не очень понятно А вот в нынешней уже ситуации В те годы Ещё можно было понять Почему Например скажем В 2014 году У Сбера ещё был довольно крупный бизнес На Украине Был Сбербанк Украина У него там была масса Так сказать Внешних проектов Они действительно говорили Что вот А вот если сейчас санкции введут А что же будет Потому что Сбер Это фактически Государство образующий банк В котором огромное количество Там счетов бюджетников И прочее Но сейчас уже Как бы Это вообще непонятно О чём идёт речь Потому что Сбер прессанули Уже как бы Наравне со всеми Ну Слабее Чем там условно ВТБ Но всё равно Как бы очень серьёзно Вот И из таких банков Которые там Вообще никуда не попали Ни под какие санкции У нас практически вообще не осталось Никаких Вот Ну Не знаю Может быть сейчас уже Призыв Так сказать Мурадова И крымского руководства Увенчается успехом Но там Там такие сложные взаимоотношения В которых вот так вот С полпинка Особенно в рамках нашей передачи Не разобраться Там какие-то вещи Более-менее понятные С точки зрения борьбы Там за свои интересы Какие-то Даже не очень понятные Вот Не знаю Да Но я думаю Что Если не сейчас То уже когда Вот Еще одна тема Сергей Александрович Связанная с бизнесом Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Выступила С речью Вы наверняка Ее слышали Да конечно Два тезиса Там Снизить цены Речь была не длинная Снизить цены И дать свободу бизнесу Она Главное Знаете ли не Количество А качество По содержанию Там было Снизить цены Дать свободу бизнеса Снизить цены на что? На все Сергей Александрович Замечательное предложение Как в фильме Это служебный роман Думаю Что Ну вот Таким Замечательный тост Давайте выпьем за здоровье Замечательный тост Таким ярким Выражением Было то Что Валентина Матвиенко Пригрозила Что пойдет с плакатом И встанет в одиночный пикет У здания правительства Если бизнесу Не дадут свободу Вот И Некоторые Отмечают В продолжении Вот этой темы Что Ну наиболее Может быть Даже простым Способом Действительно И снизить цены И дать свободу бизнесу Это Снизить налоги На бизнес В частности Например Одно из предложений Которые я читал Ввести временный На например Три года Мораторий На уплату налога На прибыль Для новых компаний То есть Это даст сигнал Сигнал предпринимателям Что государство Заинтересовано В развитии То есть Вот пожалуйста Вы открыли Новую компанию У вас есть Три года Чтобы спокойно Встать на ноги Постараться Например Потому что Как объясняют Что ниже налоги Это ниже цены Ниже цены Это ниже инфляция Ниже инфляция Ниже ставка Рефинансируем Все такое И ниже ставка Больше стимул к развитию Вот такую рисуют Экономисты Схему Довольно простую Ну там разные Есть экономисты Вот эта схема В принципе Меня лично убеждает Вот я думаю Что да Почему бы нет Потому что в конце концов Нам нужно развитие производства Вот поэтому То что Валентина Ивановна Сказала Так сказать Несомненно Так сказать Потрясло Мир На мой взгляд Да Вот своей простотой Как бы и ясностью Снизить цены на все И дать свободу бизнесу Вот Кто бы был бы против Вот Другой стороны Насколько я понимаю Сейчас Ну опять же Если уж не ей То кому же Она у нас Между прочим По конституции Второй человек в государстве Кто не в курсе А этот Володин третий Получается Володин третий А уже Премьер-министр Мишустин Четвертый Да Вот А может быть Даже и пятый Потому что Есть еще судебная власть Конституционный суд Есть еще Да Глава конституционного суда То есть Она Матвиенко является Главой законодательной власти Поэтому Кому как не есть Собственно говоря Карты в руки С одной стороны А с другой стороны Вот пока Насколько я понимаю Все что власть Подразумевает по свободе бизнеса Я не знаю Матвиенко про это Говорил А не про это Вот На самом деле Это пока Значит Мораторий на проверки Вот мораторий на проверки До конца года Как бы Да Вот эти льготы Для айтишников Вот Ну какие-то там еще Так сказать Есть Ну субсидии Но субсидии Государственные Это уже не туда Да Это уже не про то А насчет свободы Пока вот Кроме моратория на проверки Вообще Не очень понятно В чем эта свобода Выражается Да И поэтому В этом смысле Отмена налога на прибыль Да Она выглядит гораздо Более привлекательной Для бизнеса Чем мораторий на проверки Потому что Мораторий на проверки Это ну да Это вот Скажем Ну Снижение коррупционной составляющей В том числе Расходов на коррупцию Потому что эти проверки Конечно Они очень часто Значит В итоге выливаются В простую вещь Это вымогание взяток Там и все Что с этим связано Да Но это не радикальная проблема Не настолько радикальная проблема Которая может подтолкнуть развитие Развитие должно подталкиваться Какими-то более Более системными Так сказать Более такими глубокими мерами Может быть даже Вот отмен налога на прибыль Это было бы здорово Почему Потому что Это тогда бы Дало возможность Ну грубо говоря Заниматься А налог на прибыль Как бы Да он закладывается В цену продукта Соответственно Как бы Да Если его там Если его там не будет То продукция будет ниже Значит доходность выше А значит возможности Этого самого Развития больше То есть Я думаю что здесь нужны, хочется сказать, Валентина Ивановна, что мы полностью с ней согласны, поддерживаем ее всей душой, всем сердцем, в принципе, даже рядом с ней готовы встать, подежурить с плакатом, если будет надо. Но это одиночный пикет. Ну, ничего, так сказать, мы встанем, там есть по закону определенные расстояния в метрах, которые, если встать, так сказать, в каком-то количестве метров, то можно тоже еще один одиночный пикет, так сказать, организовать, да? А можно даже подать заявку на митинг по этому поводу. Вот, глядишь и одобрят. Но, это так, мы по-доброму шутим, на самом деле, да, но тут нужны нестандартные решения, тут нужны более радикальные шаги, которые дадут достаточно быстрый результат. Отсутствие проверок, это хорошо, или мораторий на проверке, но этого мало. Это просто очень мало. Это не даст стимул для развития производства. А для развития производства нужны, значит, дешевые кредиты, нужно, так сказать, и нужно повышение доходности. Тогда, между прочим, много чего появится, того, чего, так сказать, у нас не хватает, и о чем периодически заявляют, значит, в том числе даже вот такие высокопоставленные наши, значит, лица, вот, включая, включая главу Центробанка, включая, так сказать, главу нашей законодательной власти и так далее. И, в принципе, то, чего, как бы, нам не хватает, оно все и начнет постепенно появляться. То есть, дайте возможность людям это делать, и они будут это делать, даже как вот с тем же Минпромторгом, да, который там составил список параллельного импорта. А нафига список-то? Скажите, что все разрешается для параллельного импорта. Список зачем? Тем более, что в этом списке, говорят, понаделали кучу ошибок, а для таможни это просто, так сказать, это песня. Как бы это именинное сердце, что называется. Сергей Александрович, спасибо большое, тогда уже и до завтра. До свидания. Да.